идем всем привет идем по провинциальному городку провинции бонусарь вот эта церковь каких-то свидетелей пожарники едут в принципе пожарники редко есть здесь первый раз вижу 405 зеленом цвете вот эта больничка местных здесь всех лечат старое здание как какой-то особняк вот но внутри такое все средняя обшарпанность сам вы сам не сравнить город находится в семидесяти километрах буйнисайреса вот это вот видно гвардия это как дежурная часть да можно в любое время прийти до службы вот город находится в семидесяти километрах на юго-запад от буйнисайреса вот это вот парк небольшой парк падают листья осень но день теплый сегодня есть немножко каких-то качели есть пальмочки это вот платаны вот эта вся аллея платанов они так обрезаны сделано несколько стволов в общем и деревья красивый право здесь не растет вот как памятник стоит трактор без двигателя но дети залезают садятся играть на нем с той стороны народу гораздо меньше трава есть сейчас пройдемся по центру города так немножко посмотрим в городе живут люди как богатые так и бедные есть окраины там такая совсем нищета и около центра местной около центра такие более солидные домики по железной дороге солидные симпатичные домики тут очень много людей у которых есть кампу это такой участок земли который сдается муниципальная полиция вот в этом году после года правления макри вот дом доходный два этажа тут наверно несколько квартир сдается квартиры квартиры где-то 456 тысяч песо здесь стоит но делим на 16 будет сумма в рублях здесь лавочка и памятник пожарному который спасает ребенка все подстрижено пальмочки такие вот домики типичные вышло солнце вот это дерево фехла здесь фехла вообще не едят все на земле я собирал ел но они основном червивые вот это вот детский сад очень вкусная фехла основном червивый город делится на две части железной дорогой сейчас мы будем чертня переходить вот здесь стоит бюст это вроде бы не генерал у нас и раз из которого какой-то антонио вот этот ресторан это старый французский автомобиль citroen который здесь тоже делался там идет поезд вдалеке старые вагоны стоят раньше здесь было несколько колей сейчас осталась одна это был склад разгружали с вагонов сейчас это просто какое-то такое непонятное сооружение вот реклама поездов дороги обшарпаны улице так более-менее много таких мостовых из булыжника оказывается при каком-то президенте в общем заключенные отвлекались тем что выкладывали вот такие вот мостовые привозили заключенных у них такая была рабочая терапия здание лотереи лотерею я говорил очень любит играть памятник собаки тоже не знаю чем она отличилась ничего не написано просто какая-то собака вот такие дома с высокими потолками и такими фальш балконами наверху еще какое-то интересное дерево и куча куча ягод которые уже испорчены что это даже не понятно очень много вот кстати поезд приехал людей ездит довольно много билет на поезд дешевый центральная улица такая 25 мая она вся такая сделана из булыжников выложена вот это мясной довольно дешевый так ну и сейчас пройдем до следующей площади в общем весь центр мерседес спринтер наверное немногие знают что они собираются в Аргентине соответственно качество не всегда вот это банка банка для провинция дебунис айрес панк банк в общем огромное здание банка сейчас пусто сейчас вообще полпятого поэтому народу мало не закрыты все здесь банкоматы мусорок нет чеки бросают на пол печально много много магазинов сейчас перерыв так сказать на сиюсту вот старый пикап шевроле на крутых колесах магазин спортивные обуви и одежды здесь самый модный магазин и одежды кафешки ну вот это вот центр сейчас будет центральная площадь вот очень многие города такие средненькие в Аргентине по такому сделаны принципу такими квадратами квадрами квадра это квадратный кусок пересечения то есть они все параллельны вот еще одна улица еще какой-то старый старый дом там по вечерам проходят какие-то танцы пожилых людей не знаю что это значит там муниципалитет вышка связи это какой-то навес очень странный здесь фонтаны вот так все подстрижено так а вот там наш генерал лас-эрос сейчас к нему подойдем очень раскидистая дерево вот он генерал лас-эрос флаг арнентинный флаг провинции Буэнк-Сайлис вот он у него на плече свили себе гнездо вот в 2016 году поставили свили гнездо себе какие-то птицы ну что я знаю про этого генерала такой навесик из кустов с цветами сейчас пока еще они цветут магнолия тоже крупное дерево с корнями генерал был из той же компании что и сан-мартин в общем первичные такие завоеватели муравьиная дорога но это еще не очень серьезная я встречал муравьиные дороги где 10 рядов туда и 10 обратно огромная прям в траве выйдет выеденные полосы и они там значит уходят вот значит генерал этот из первой волны вот этих вот помощников сан-мартин и прочим товарищам тоже там в чили воевал с испанцами вот был губернатором в итоге провинции буйнисайрис но это начало 19 века вот в честь него тоже очень много улиц называется в стране в каждом практически городе вот огромное огромное хвойное растение в честь него очень много улиц ну в каждом городе как обычно у них здесь в каждом городе улицу Лас Эрос ну как и все остальное вот это видимо тоже он наверное но это было сделано пораньше на 20 лет в 97 здесь детская площадка вот пацаны ездят без рук на задних колесах кто-то с руками давай 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 так вот здесь такое старое здание похоже на дворец это значит школа школа номер один огромное гигантское двухэтажное здание вот были видимо забастовки десятого значит будет работать вот звали его Хуан Григорио Деля Сэрос из Куэля номер один большое красивое здание внутри не было в каждом городе в Аргентине есть примерно такая площадь плюс-минус там больше меньше в каждом практически то что я видел в основном больше равно бывает и меньше так вполне прилично люди прямо на траве вот здесь еще собор он каждый час включается музыка и звонит частенько бывает открыт люди ходят значит там молиться что-то еще какие-то дела делать здесь такой карман для заезда машин кто привозит детей в школу значит они ставят здесь машины отвел и вернулся за машиной поехал дальше цены на недвижимость здесь я считаю конский то есть домик не в центре где-то на окраине стоит семьдесят восемьдесят тысяч долларов может быть что-то за 60 можно найти сто тысяч долларов это нормально они сто пятьдесят в общем такие цены причем никто столько не зарабатывает это все как-то на кредитах удается и дальше идет улица и там единственный в городе светофор который появился в этом году сейчас слева обойдем вот это все школа вот такого длинное большое здание вот такие домики есть старомо есть по старину есть такие более современные одноэтажные так в целом город тихий много магазинов вот это кстати торчат из стены это отопители газовые в каждом классе вот это вентиляция в каждом видимо классе есть вот такой отопитель он берет воздух с улицы и обратно его же туда точнее выхлоп туда вот такие вот старые двери высоченные метр три с половиной булочная с классными булочками вот такая вот школа вот это какая то церковь при школе или какое то в общем заведение такое вот здесь со временем дома покрываются такой плесенью их надо часто перекрашивать из-за сырости то ли какие то материалы такие используются вот тоже какая то церковь в аргентине очень много разных так скажем конфессий все все это вариацию вариации разные на христианство вот в той или иной степени такие вещи не сильно влекают большая аптека закрыта люди ждут сейчас должно открыться через пять минут вот это ANSES ANSES это учреждение типа СОБЕСА я не знаю социальная социальная служба в общем население там решают всякие проблемы всякие дотации пособия получают и прочее нам это не продукты можно получить так а вот банановые заросли у кого-то банановые заросли и вот мы видим бананчики такие растут вот они такие вот вот еще что-то мало мало осталось было побольше тут вот и цветок пчела что-то ищет там совсем маленькие это покрупнее но вот эти вот такие большие достаточно бананы не вызревают в принципе ну вот я три дня назад сорвал подержал дома вот он стал такой вот сорвал отсюда то есть сейчас я его попробую через минутку вот або в более северных провинциях бананы вызревают например в той же сальте и потом их продают здесь вот такие типичные дома очень много зеленых домов очень много велосипедистов в этом городе вот такие дом с кипарисами то есть каждый строит как хочет дома все практически отличаются друг от друга все разные когда мы видим бутылку на крыше или ведро или канистру это значит автомобиль продается это надо значит хлопать в ладоши значит рядом живет хозяин хлопаешь в ладоши либо на бутылке пишется телефон и значит машина в продаже можно приобрести вот chevrolet s10 с двойной кабиной неплохая в принципе машина тысяч наверное около двухсот стоит может быть даже больше в песо то есть рублях это какие-то неподъемные деньги машин дорогие здесь короче открыл банан нормальный вкусный всеедобный вкус недоврелого но я такие как раз люблю так что очень даже неплохо сейчас еще нарыв шел интересный дом короче вся стена покрыта вот такой зеленью вот с этой стороны тоже и там миллионы еще гнезд прям много-много много-много птиц птицы типа воробьев небольшие вот они так бесконечно летают подальше есть две огромные пальмы и там попугайные гнезда попугай шумят конечно в разы громче вот летит самолет здесь рядом есть аэродромчик там очень много частных самолетов разных абсолютно типов и они по выходным сейчас уже суббота вечер они по выходным очень часто любят полетать из денежки на топливо не стесняются отлетают такой полуразрушенный дом шел еще по городу увидел продающийся дом вот такой участок соток наверное 8 бассейн вот такой вот дом там возможно еще живут люди вот вот калиточка дверь там светятся окна все такое старое плесень гаража нет ну вот такой дом я думаю более 100 тысяч будет стоить долларов ну где-то в пределах наверно поста такие вот цены дом на колесах спелы на базе какого-то древнего автобуса это пределанный такой вот аппарат вот вот там живут люди сюда да и сейф так вот это выглядит чем напоминает мерседес двери там всякие койки прочее прикольная аппарата вот это штора здесь видимо можно ее выдвинуть выставить палочки и будет такой навес интересное решение лесенка на крыше домик развалюшка дальше машинка которая продается вот а видим овцу которая гуляет на детской площадке совершенно не парись не стесняясь шиплет сочную травку рядом пальма стоит вот такие вот реалии